Уважаемые коллеги, хочется поблагодарить организаторов мероприятия за те два дня праздника, в котором живем мы, в котором живет вся страна, потому что идет прямая трансляция. И учреждение является первым флагманом и локомотивом развития новейших технологий в России. И то, что мы видим сегодня, значит, здесь, значит, можно будет ожидать завтра в регионах. Хотя, конечно, в регионах развивать эти технологии, наверное, немножечко сложнее. Актуальность проблемы хирургическое лечение гиперплазии предстательной железы. И вот вчера и сегодня мы слышим о том, что на самом деле уже не обсуждается, что золотым стандартом является инуклеация предстательной железы. В принципе, то, что раньше называлось аденомэктомией, я думаю, сейчас можно называть инуклеацией. Она может быть открытая, через пузырное, позади лонная. Она может быть эндоскопическая, лапароскопическая, экстраперитониальная, трансуретральная. Трансуретральная инуклеация, может быть монобиполярная, лазерная, электрокоагуляция. Дело в том, что инуклеационные методики требуют внимательного освоения. И если мы говорим о том, что на сегодняшний день, наверное, все-таки те, кто владеет этими методиками, в совершенстве владеют трансуретральной резекцией, но в любом случае для этого хирурга в сравнении с трансуретральной резекцией мы видим все-таки непривычное пространство ориентирования. Невозможность остановить операцию в любой момент, как в случае при трансуретральной резекции и в аппаратационных методиках. Считается, что традиционное кривое обучение – это 50 операций. Что же необходимо? В первую очередь, наверное, необходим человек, мотивированный специалист. Это, я думаю, те, кто сидят в зале, которые найдут общий язык с администрацией. Лучше, конечно, и, наверное, те, кто развивают эту технологию. Вот четыре основные клиники в стране, практически в каждой клинике главный врач – уролог. Это немаловажно. И в Питере, и в Москве, и у нас в регионе. То есть люди, которые хотят это развивать не только с экономической точки зрения. Конечно, экономическая эффективность, которая зависит напрямую от потока пациентов. Поток пациентов людям что удобно? Удобно, если это делается в системе ОМС, бесплатно для пациента. Ну и, естественно, клинике это интересно, если цена в системе ОМС адекватна. Ну и, естественно, корректное оснащение данной клиники. И команда не только, все зависит от одного хирурга, но и команда анестезиологов, операционной бригады. Необходимо желание человека, необходим талант эндоскопический, знание, понимание анатомии, умение работать эндоскопически, терпение. Ну и чтобы был наставник. Необходимо знать анатомию, необходимо знать варианты удаления, возможные осложнения. Когда начинаем осваивать данную методику, мы изучаем, прежде всего, руководство, к лазеру, марцелятору. У нас должен быть, либо мы сами должны, либо в идеальном виде должен быть инженер, который будет помогать на первых этапах. Должны изучить статьи, которые имеются. Что нужно уметь? Должен ли быть опыт трансфортральной резекции? Ну, наверное, на сегодняшний день практически все имеют этот опыт. Ну, та молодежь, которая берет в руки и не умеет делать трансфортральную резекцию, у них это получается быстрее нас и довольно эффективно. Ну, умение работать трансфортрально – это те же инструменты. При сложностях энуклеации мы в любой момент можем перейти к резекции. При невозможности марцеляции на первых этапах, что может быть сложностью, это также резекция тех удаленных фрагментов ткани. Нужен ли опыт аденомы к томии? Ну, все-таки, наверное, зная, что в регионах бывают всякие сложности, в том числе даже с подачей электроэнергии. И если вы начали хирургию и вдруг выключили свет, ну, наверное, в клинике должен быть человек, который все равно должен завершить аденомэктомию. Ну, естественно, разобраться с осложнениями. Корректное оснащение лазерной нуклеации не менее 100 ватт, я имею в виду гольмевую лазерную нуклеацию, марцелятор и лазерный резектоскоп. Используется физраствор. Ну, вот идеально выглядит это так. Карина Лерих, Берлин. Все необходимое оборудование, причем 4 блока гольмевых стоит в коридоре, вернее 3 и плюс 1, на котором она работает. Все с запасом, имеется жидкость в достаточных количествах, имеется, посмотрите, пациент лежит в очках защитных. Насколько у нас так ли это проводится? Удобство хирурга, удобство пациента. Система подачи жидкости и оттока жидкости. Посмотрите, сидит человек, все идет в пол. Может быть, активная аспирация. Вот так это иногда выглядит у нас, к сожалению. Идеальный тренинг, обучение специалиста. Первый этап – это обучаемый находится у тренера, знакомится с методикой, получает базовые сведения. Затем какие-то базовые навыки, в том числе подготовка бригады, курс для операционных сестер. Далее тренер может приехать к обучаемому. Это совместная работа в операционной. Это может быть неоднократное общение с тренером. Формирование четкого навыка преодоления кривой обучения. Обучаемый в дальнейшем, при наличии уже навыков, необходимо попасть к эксперту мирового уровня, что, естественно, позволяет делать эти операции быстрее и качественнее. Ну вот фотографии. Это первые наши специалисты из России, в Лондоне обучаются. Я думаю, может быть, кто-то узнает себя здесь. Вот такие есть симуляторы в России, пока таких симуляторов нет. Что дает нам кривая обучения, к чему мы идем? От операции к операции мы чувствуем идеальное расстояние между кончиком лазерного волокна и тканью. Если волокно расположено больше 5 мм, нет эффекта тканой ткани. Если 2 мм, это коагуляция гемостаза. И непосредственный контакт – это резкая абляция. Начинаем чувствовать инструменты, горизонт. Механически отделяем аденому от предстательной железы. Создаем натяжение ткани корпусом инструмента для работы лазером. Николай Иванович сегодня продемонстрировал прекрасную технику. И то, что он говорит, удаление аденома единым блоком – это легко и просто. Но поверьте, на самом деле глазами очень хочется сделать единым блоком сразу, потому что вроде бы теоретически это проще. Но на самом деле те, кто начинает первые 50-100 операций, на мой взгляд, это методика для человека экспертного уровня, для эксперта. И да, через 500-1000 операций, которые сделал Николай Иванович, на самом деле, наверное, это легче и быстрее. Но для начинающих, наверное, все-таки это гораздо сложнее. Сложности какие? Плохая визуализация. Даже в опытных руках мы сегодня видели. Это может быть связано с запотеванием оптики, это может быть связано с подачей оттоком жидкости. У неопытных людей это потеря горизонта, потеря слоя, удаление ткани на 12 часах, работа марцелятором. Это, в принципе, те принципы, которые идут не только в трансуретральной хирургии, но также по аналогии в лапароскопической хирургии. Насколько красиво и с меньшими осложнениями проходят операции, по фасциям. То же самое здесь. И, может быть, первое впечатление о туливом лазере, допустим, у меня, не работая им. Но, к сожалению, не видишь того слоя, который привычно уже при Гольмии. И, естественно, в опытных руках понимаешь, что Николай Иванович не промахнется, будет идти четко в слою. Но если я начинаю, осваиваю, на самом деле, наверное, первое знакомство, больше вопросов даже, чем с Гольмии. Должна быть деликатная техника, естественно, минимизировать травму слизистой уретры, шейки мочевого пузыря. Может быть, повреждение капсулы до 10%, подрыв под шейку мочевого пузыря, надрывы слизистой мочевого пузыря марцелятором, незначительное повреждение устья мочиточников, недостаточно полная марцеляция. ХОЛЕП в России более 5 лет, 4 клиники с опытом порядка 500 тысяч операций. Существует менторская уже программа, планируется открытие Гольмиевой академии в России. Новые пользователи лазерных систем по умолчанию уже попадают в менторскую программу. И также, как я показал по схеме, возможно, приехать к обучающему, можно пригласить обучающего себе в клинику. Основные клиники, которые проводят обучение, клиника 1-го университета медицинского, больница Святого Луки, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Первый визит к эксперту в Европе, это люди, которые выполнили более 5 тысяч лазерных нуклеаций, это клиника Берлина, клиники Лондона. Как пример развития то учреждения, где я работаю, Старопольский краеводиагностический центр, первое знакомство наше произошло здесь, вот этот стол, Николай Иванович, Али Магомедович, Саша Ахай, Гамбург впечатлило, начали заниматься у себя, купили, приобрели лазер Люменис 100 ватт, марцеллятор Люменис, обучение в Берлине и в Гамбурге, вот наши коллеги, присутствующие в зале. За два с половиной года мы выполнили около 500 лазерных нуклеаций, средний возраст 69 лет, от 30 до 220 объема предстоятельной железы, ну, продолжительность, естественно, с опытом менялась, и от 35 до 180 минут длительность операции. Мультуральный катетер удаляется на первые-третьи сутки. Мастер-класс был проведен у нас, под чутким руководством Алексея Георгиевича даже. Сами ездим, обучаем данной методике. Что хотелось бы посоветовать? Сконцентрировать необходимо весь поток больных, доброкачественной гиперплазии, предстоятельной железы, на ком-то одном, затем этот человек, который освоит, он будет уже ментором для остальных сотрудников. Желательно, естественно, выполнять данные операции ежедневно, все приходит с опытом. Естественно, вся бригада должна понимать, что для чего делается, какие сложности, какая длительность, какие осложнения. Ну и первое время необходимо четко следовать протоколу, не увлекаться временем и как бы при необходимости переходить на трансрультральную резекцию. Идти нужно от простого к сложному, подбор пациента. Должны быть небольшие объемы поначалу, в среднем, наверное, 60-70 кубических сантиметров. Кривая обучения выглядит таким образом. Классически это 50 операций. Последние работы показывают, что кривая обучения при наличии ментора снизилась до 20-25 операций. То, о чем я сказал, осенью 2017 года в рамках Российского общества урологов будет открытие Гольмевой академии в России. Академия готова предложить не только обучение лазерной нуклеации, но и мини-микроперкутанной нефролитотрепсии, уротероскопии, гольмевой вапоризации предстательной железы. И выводы. Кривая обучения требует желания специалиста, возможности клиники, наличия в клинике мотивированной команды, наличия у хирурга опыта как открытых, так и эндоскопических вмешательств, ну и в помощь поэтапная менторская программа «Люменис». Я рад, что нас становится все больше и больше. Спасибо за внимание.